Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Директора Адлера и я нахожусь в Сириусе. И сегодня у нас в гостях Сергей с Ксюшей из Питера. Они приехали тут отдыхали примерно неделю. И вот Сергей сейчас даст свой отзыв. Мы с ним уже встречались. Мы сняли обзор на санаторий Южное Взморе, где они отдыхали. Посмотрите, он очень интересный. Я прикреплю ссылочку в описании. Сергей, привет! Я знаю, что у тебя было интересное приключение, путешествие, отдых в Сочи. Ты приехал сначала в Красную Поляну, потом в Южное Взморе. Можешь нам рассказать о своем отдыхе, о своих впечатлениях, как тебе вообще понравилось? Нет, ну еще мы пару вопросов зададим по цене. Впечатления супер! Да, Сергей сегодня уезжает, кстати. Вот его отдых сегодня заканчивается. Да, успеваем еще насладиться и погодкой, и такими видами шикарными. Отпуск хоть короткий, но такой насыщенный получился у нас. Получается, мы когда прилетели 27 марта, поехали сразу на Красную Поляну, чтобы там вторую половину вечера погулять, насладиться видами горными вершинами. Вот это вот все посмотрели. В общем, вы вечером, да, прилетели? Да, вечером. Ну, мы вечером там гуляли, прилетели мы где-то в час-два, вот, и сразу поехали туда. Заселились в отель Аркадия, вот, 4-х звездочный. Нам понравился, вот, там все. Нас заселили во второй корпус, и он мне показался прям новым, вот. Вся обстановка, он такой стандарт, ну, что удивило, он такой просторный был. По цене могу сразу сказать, да? Да, очень интересно. Вышел нам, обошелся 5400, вот. Вот это я заходил именно на сам официальный их сайт, там программа лояльности у них присутствует, вот. И это было дешевле, нежели чем бронировать через островок или другие там ресурсы. В общем, Аркадий, это в Эстасадке отель, ну, довольно он в центре прям находится. Ну, в центре, хороший отель, в общем. Да, мы относительно территории, как бы территориально, чтобы и рядом, в одну сторону можно было прогуляться, и также до Розы Худ. 5400 на двоих, это с завтраком, без? На двоих, это стандарт с завтраком. Ага. Можно также без завтрака, он необязательный там. Это доплата под, если без завтрака, это с вычетом 1200 с каждого человека. Получается, он бы вообще обошелся где-то 3 с чем-то. Слушай, ну да, недорого, интересно. Это если необязательно. Это вы у них на сайте бронировали? Да, на сайте. Там у них есть именно сайт Аркадии, а есть еще общий, у них как там Провенция или как-то Прованс называется, потому что это сеть отелей. Ну, хорошо. И вы с утра проснулись и отправились в санаторий Южное Взморе, правильно? Мы проснулись, погуляли еще у нас первая половина дня была, сходили на завтрак и пошли гулять. Пошли гулять уже не в сторону Розы Хутор, а пошли гулять уже в сторону, как бы, начала Эста Садка, в сторону Красной Поляны самой. Погуляли там? Да, погуляли, там прогулялись, виды тоже красивые были. Прошли мимо казино, дошли до вертолетной площадки, увидели, как в горах вертолет летает. День выделили на поляну? Да, далее мы поехали сюда уже в Адлер и заселились в Южное Взморе. Ага, на пять дней, да, получается? Да, и у нас получается пять дней там. Так, есть обзор, ссылочку прикрепим. И вот так, по цене ты говорил, можешь еще раз напомнить в Южном Взморе? Да, общая цена на пять дней, на двоих, с полным питанием трехразовым, у нас обошлось 52 тысячи. Также включен был бассейн. Это на двоих уже, да? На двоих, да. Номер, стандарт повышенной комфортности. Ну вот ты говорил там, это еще с 30% скидкой. Это да, информация на сайте все указано. Это бронировать, также звонить по официальному, потому что есть очень много сайтов, как они, как копии сайты, именно, я не знаю, кому-то не относится. А, посредники, да? Посредники, да. Это неофициальные. Лучше именно заходить с официального сайта, там все телефоны имеются, и все эти информации есть на Яндекс.Картах. Ну, давай подытожим, вот по Красной Поляне, все там понравилось? В Аркадии погуляли, все понравилось, да? По отелю все понравилось. Могу сразу так сказать, заселились бы мы еще раз там, я думаю, да. Мы заселились бы, нам понравился, завтрак понравился, и удобство тоже, как бы. Там также есть спа-зона, и бассейн там тоже присутствует. Есть открытый и закрытый бассейн. В общем, понравилось. Да. Давай по санаторию Южное Зморе. Вот ты пять дней там провел, по питанию. Ну, вообще, все понравилось, или там что-то не понравилось тоже? Можешь отзыв? По итубу, вообще, потому что есть разница, как бы, отель четыре звезды, есть санаторий, да, и вот Южное Зморе тоже четыре звезды. Но нужно не забывать, что это санаторий. Это не такие отели, которые, как бы, там, как все новое. Здесь санаторий имеет определенный свой вид, как бы, что у нас немножко, как бы, сначала насторожило. Но по итогу всего отдыха, на это, как бы, глаза вообще закрыли, как бы, там, стиль, это дело вкуса, это индивидуально. Вот. Но именно вид, у нас второй корпус был с видом на море. Очень впечатлило, очень услаждалось, как утром и вечером. Да, вы можете посмотреть этот видеоролик и этот вид тоже увидеть. Хорошо, в общем, в общем, ты доволен по итогу, по итогу доволен все питанием, всем доволен, там, в Южном Зморе. Ну, там у них пакеты, в принципе, с питанием идут, по умолчанию, там их никак нельзя, это. Ну, питание разнообразное, брали шведский стол, вот он как раз к стандарту относится. Есть випы, випы это уже с выбором определенных блюд, на выбор, как бы, там. Так, ну. Это уже другие категории. И вот, ну, общий вывод твоего отдыха. Вот, как я понял, тебе все, в принципе, понравилось, да? И вы еще попали на вот на шикарную погоду. У нас вообще лето начинается, получается, шесть дней, да, вы провели тут? Или шесть на четыре, или семь, да, у нас ограничены по времени были, и за вот этот короткий промежуток времени очень насладились и погода удачная, и даже если бы вот деньки были, там, полтора денька, может, пасмурный, там, туманец был, вот, это вообще нисколько не испортило всего впечатления. Здесь есть, где, как бы, насладиться как и видами, так и прогулками, так и мы съездили еще в Сочи, отдохнули там, погуляли, вот, съездили в парк Южной культуры, очень понравился там. И сейчас вы идете с орнитологического парка, правильно? Да, вот, в орнитологическом были. Слушай, получается, шесть дней, правильно, в общем? Общее количество шесть дней. И вот, получается, у вас вышло 55 тысяч, вы отдали за жилье, если считать Южное Взморье и Аркадию, да? Так, нет, побольше, получается, 52 это только Южное Взморье. Да, и Аркадия, 57, да? И еще плюс проезд, да, вот, перелет. Перелет у нас обошелся, билеты мониторил, там они сначала высокие были, вот, именно сайта Аэрофлота. Потом они по скидке были и обошлись, и они нам в 35 тысяч, туда-обратно назвали. 35, получается, ну, короче, около 100 тысяч. Да. Плюс вы еще тут что-то тратили, ну, короче, в 100 тысяч получилось где-то в отдых, да, вышел? Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Да, тут как бы разброс такой, на питание не слишком тратили, ну, как бы... У вас, да, было полное питание в Южном Взморе, ну, может, что-то там, знаешь, где-то вышли, купили. Да, потому что ездили в Сочи, там, как бы, не попали, там, обед, ужин, покушали. Смотрите, вот, они отдыхали, и они действительно нормально отдохнули. То есть вы приехали в поляну, посмотрели поляну, там погуляли, в Аркадии отдохнули, в хорошем отеле, потом приехали сюда, и вот это все вышло им в 100 тысяч вот с Питера прилететь. Ну, просто, чтобы мне было понятно, я просто, ну, вот, чтобы понимать, как такой отдых, да, примерно, сколько будет стоить, и вообще и людям, чтобы понимать. Ну, это реально адекватный отдых, ну, хороший. Вы и в Южное Взморе заехали, и там погуляли, и в поляне, и в таких нормальных, хороших отелях. Ну, там, Южное Взморе, он все-таки на первой линии. Территория вообще, может быть, да, не самого высшего класса, но достойный. Вот еще хотел отметить, вот территорию Южного Взморья, там такое ощущение, что действительно живешь, как в парке. А. А, максимально такая зеленая, насыщенная зона, там очень большое количество садовников, которые именно следят за этой, за этой всей красотой. Еще момент хотел дополнить, именно перемещение вообще Садлера в Сочи. В Сочи мы ездили на Ласточке, тоже очень удобно, полчаса туда, ну, как бы, в одну сторону, вот. И для сравнения, цены на такси. Вот мы в Питере, да, понимаем, да, там, может... Ага, на такси, да. Вот, но мне показалось, поменьше даже здесь. Здесь поменьше? Даже здесь, получается, какие-то короткие поездки. Даже продолжите, вот сегодня мы утром выехали от Южного Взморья до Орнитологического парка, сколько там обошлось нам, где-то 400 рублей. Ну, нормально, нормально. Не, вот ты сейчас сказал, это, в принципе, недорого, потому что, когда тут в сезон, повышенный спрос, тут приезжает, ты думаешь, это что, типа, я сейчас полечу на этой... На ракете, что ли, в космос. Ну, вот ты говоришь, и мне прям приятно даже слышать, что ты отмечал, что недорого такси сейчас. Да, недорого, да, в сравнении с питерскими ценами и здесь вот. Можно, конечно, ты вот подметил именно время, что еще пока не сезон, но вот-вот к этому погоду уже раздорогают. Ну, посмотрим, потому что тут сейчас, да, подъедут люди и таксисты подъедут тут зарабатывать. Поток людей очень большой сейчас, вот, видим тоже. Вот, поэтому тоже это приятно удивило, по цене перемещения. Все, все располагает, все очень удобно. Захотели сюда поехали, захотели в другое место. Ну, что тогда? Спасибо тебе за отзыв, Серега. Вообще, я думаю, он будет полезен. И, ну, ты даже для меня, как бы, много информации полезной рассказал. Я думаю, для людей, кто захочет приехать. Конечно, хотел поделиться. Может, действительно, что-то небольшое. Люди для себя примут на сведения и что-то, какая-то информация. Также, вот, на твоих ресурсах в Телеграме, там, как бы, если людям будет интересно, тоже задавайте вопросы, буду дополнять. Или под этим роликом. Под этим роликом, да, это вот касаемо Ютуба. Также уже у Сергея имеется Телеграм-канал, где можно скинуть и туда ресурсы, всякие видео могу прислать и фотографии. Рассказать, где были, что понравилось. Лето купаются. Вообще, посмотри туда, Серег, какой шикарный вид. Вид вообще обожди. Вообще, посмотри, какая атмосфера. Ну, просто. Это просто, что, вот, идеально, да, вот, я сейчас смотрю. Вот, даже в том плане, что летом, вот, сейчас погода, температура идеальная. Потому что чуть-чуть выше, уже жарко, да, будет. В течение лета есть сейчас. А сейчас прям вот, прям вот, в шортах, майке. Так, ладно, Сергей, спасибо. Что-нибудь еще хочешь дополнить? Конечно, хочу сказать, что рад знакомству с тобой именно. Долгое время наблюдали тебя, год, может, полтора. Вот. Именно хотели и приехать, и в Южное взморье приехать, с тобой познакомиться. Ну, мы познакомились, мы познакомились и даже нормально так контента сделали с тобой, на память. Если тебе это, как бы, ну... Да, мне помогает это, ну, разнообразивает контент. Поэтому... Так что я тоже рад, у нас такая синергия произошла. Я открыт к общению, поэтому, почему, как бы, ну, и дополняю, что в Телеграме, там, можем тоже общаться. У тебя очень такая, как бы, комьюнити, очень дружественная, очень, как бы, люди общаются, там тоже комментарии добавляют, свое мнение оставляют. Очень классно понравилось. В общем, заходите по ссылке, друзья, в Телеграм, если хотите. Все, Серега, спасибо. Всех благ тебе. Развитие канала, твоих ресурсов. Взаимно. Вам тоже успехов, Ксюши. Ждем вас в Питере. Вас, друзья, всех ждем и в Питере, и в Сочи. Тебя жгут в Питере. Да, вы меня в Питере, я вас в Сочи жду, точно. Обязательно еще приедем, вернемся. Да. Покажем, может, что-то новое. Да. Все, всем успехов, друзья, счастливо.